Кто готов, то поднимается рукой. Есть еще сайты, читаем. Слушай, иди послушайте. Если мы будем заниматься, мы будем просмотреть. Выпускай будет. Попробуй читать. Ну что, кто готов? Чекайте. Давайте послухаем. Да. Только ласка. Здесь вся у нас в республикальской деятельности. Здесь назван ГНБ «Буриня». Какая мэта ваша проекта? Реклама, моя реклама. Показать мою деятельность, реклама. И параллельно мы в YouTube, когда забрасываем ролики, не только я забрасываю, а еще и коллеги из Москвы. Хорошо. А что вы продаете? Услуги оказываем. Строительные. Назва? ГНБ «Буриня». Платформа? Это YouTube и Водноклассники. А платформа? Ну, это видео. Нет, платформа на Эпиксе. Водноклассники в YouTube. Водноклассники в YouTube. Хорошо. Масса. Ну, в основном те, кто смотрит, они там и сидят. Разумеется, информанты и видео? Видео, да. У вас есть конкуренты? Есть. У Белоруссии? Да. Мэмпекс. Ну, крупные организации, которые, чтобы платить деньги, чтобы им дополнительно снять эти ролики. Может профессионально. Ну, поэтому… А вы снимаете ролики, да? А мы маленькие ролики снимаем, по своей работе, оставляем там номер, телефоны и расписываем. Давайте постугаем одно-одного, потому что это медикамент. Это мы зараз помним точнение. Увага-вага. С бизнес-проектом и конкуренты моцнейшие, потому что они имеют капитал на массу. У них бюджет есть, да. У них бюджета есть, да. У нас бюджета нет. У меня, ни у тех коллег, которые мои жены. А как вы собираетесь обыграть их? Или у вас бюджет? Да, вот массовость. Поэтому в одноклассники забрасываем. Мы не смотрим. Пробравить виральные ролики? Вирусные ролики? Вирусные ролики? И плюс, там же мы особенности. Мы показываем там, где мы делаем, и где мы делаем заказчики крупные. Крупные идут с большим клиентом, с большим клиентом идем в частнику. Если мы идем в частнику за большую цену, мы это снимаем, показываем, поэтому обычно человек смотрит, о, они к нему приехали сделали, они и ко мне приедут. И сразу телефон есть. Кто ваш типовый читает? Где он живет? Это и Беларусь, и РФ ближайшие регионы. А есть некий конкретный город, эти города? Нет, нет, нет. В радиусе 600 км. А ли это же горбунный город, эти маленькие города? В основном крупные, потому что финансово... А вы так повинны писать, что мы живем в больших городах? Беларусь и Россия. Конкретные регионы. Заужды пишите конкретно. Наступные. В кольких годах? В середину ваших городах? От 20 до 50. Это время великая разбежка. А вот молодые, когда строят дом, коммуникации, стройка, они насчитают, сразу залазят в интернет, смотрят и... Хорошо, а лет 20, 50, это дома и все же все. Так они и строятся всю жизнь. Звонят пенсионеры, говорят, без этого сделать, говорят, а воды нет. А лет кто, звучит, заказывает? Причем и 20, и 50. А от 20 и до 50 будут даже пенсионерки. Ну, вот тут самая великая... Попытаюсь так, что мы плытаем всю потенциальную аудиторию, как вы робите, и другое типовый читач. Типовый читач у маркетинга называется бренд-персона, продакт-персона. Это той сгруженный образ, який мы можем повесить на стенку и сказать, что это наш идеальный покупник с грошима, який у нас прийдет, звонит заказчик и говорит, я посмотрел вас в интернете, ваш номер, ваш слаг. А, ей уже за 60. Хорошо, а лет заужды вы значаете типовый, самый стандартный? Потому что 20% примерно 20 лет. А кого больше всего заказывает? Сколько надо? Больше нет. От 30 до 40. Ого! Хорошо, 30-40. Потому что и организации бывают. Супер, супер. 30-40 годов, мужу сгрузили. Взрослые, ранее 10 годов. Это вату взрослые. Мужчины и женщины? Мужчины больше, потому что они занимаются стройкой. Женщины реже. Супер. Для детей, а для памятника что одноклассника, это же она учебная. Тому-то требуется диперсификовать, уже по-вашему. А если муж заказывает жене, жена висит, она на ход дает ему, она званируется. Да. Мола русская. Ну, в основном да. Мобильный? Или великий компьютер? На телефонах или на компьютерах? Как они глядят? По-разному. Потому что я просто просмотр по ютубу статистику смотрел, там бывает и... Зависимость от ролика. И это ролик... А Гула? По статистике? Сейчас точно не скажу. Скорее всего нужно было на мобильных машинах. Вообще было на компьютерах. По-разному. 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 Что еще сайты читают? Какие люди представят? Сейчас просто не скажу. Но... Фонд потом... Есть российская... Ну, добро, добро. Не так важно. А темы? Не запомню. А темы? Да. Север, Север, давайте столько тут же применять КВД. Ну, просто параллельно в ютубе, когда идет наш ролик, они тогда забрасывают свои такие как бы рекламы. А там же идет ссылка материал, где купить, где продать, и так далее. Доброе. Север, мы зараз мерили с вами приклад с бизнес-проектом. То, что вот... Я зараз прошу еще пару человек, кто дает создавать свои проекты. То, что мы робим, это называется нижняя частка. Это называется створение продакт персоны, бренд персоны. Вы начинаете не с того, что вы завозите аккаунт в Одноклассника. Вы начинаете ваш проект, инициативу, громадскую организацию, компанию, с того, что вы заполняете такую анкетку в своей голове. Вот это то, на кого конкретно типаж различена ваша инициатива. И что мы сделали на Раду и Свобода? Мы для каждой платформы, для Фейсбука, Одноклассника, ВКонтакте, створили типовый портрет. Эта девочка 35-25 годов на Инстаграме. Самая активная корыстальность – Свобода. И повесили над кожным столом этот портрет. То же самое мы должны сделать для своих инициативов. Самая великая проблема и помылка, когда мы попробуем працевать на всех одночасовах. Когда мы скажем, кто наша аудитория? Наша аудитория – все, кому от 20 до 50 – мужчины и женщины. Это самая великая помылка, потому что так мы можем працевать, а ли вы не можете, например, маркетинг, контент, видеоролик, фотосдымок, робить на кожное. Когда это для детей, вы повинны заработать больше динамично, интерактивно и смешно. Когда и для наростых, то повинны быть трошки иншие, иншие слова ужитые, иншие слова. Конкуренты и в принципе в формате платформы. Это называется по-английски ЛСР. В принципе, это называется селы. Это называется Competitive Landscape Analysis. Это анализ конкурентного сиротства. Это рынковые. И они працуют рынковые термины, которые также працуют в социальных церквях. Мы что с вами делаем? Мы вызначаем наше место на рынке. Мы вызначаем, что у нас есть конкуренты. Конкуренты могут быть явные и не явные. И тут мы вызначаем конкретно человек, на которого мы працуем. Мы его любим. Мы на него молимся. Мы в него верим. И мы всю нашу деятельность на него макерываем. Самая великая помылка журналиста на друга, что мы, когда пишем текст, мы не видим, кто его будет читать. И, как правило, такие тексты, они пропадаются. Ничего они не убирают на этих клипах. Потому что мы не думали про этого умовного 25-летнего хлопца, 40-летнего, не знаю, рабочего, сантехника, для кого-то писалось. И эти бренд-персоны могут подразумеваться для контента. Могут быть разными на платформе. У нас часть, так? Полтри минуты. Ой-ой-ой. Я не скажу, что у нас часть. Я просто скажу твою вагу, что для банки. А у нас только эти наследники? У нас нема лимита, но когда люди останутся без шедров, скажем. О, ясно. Добро. Ну, мы можем еще пару годинам? Ну, да. Ну, калеви, калеви. Давайте. Интересно. Интересно? Ну, остается до утра. Да, я могу. Добро. Тогда давайте мы будем разбирать сегодня у всех анкеты. Я вам просто покажу более слайды. Добро? Хорошо. Вы уже сами разберетесь. Это потом, когда вы что мне напишете просто, и мы проявимся мертвым онлайн. Вы пропускаете слайды, который вам будет показывать. Пару цикавых трендов, которые сейчас бывают в интернет-просторах. Первое. Вконтакте. Вконтакте запускаем мессенджеры. В принципе, мессенджеры будут доминоваться. Когда у вас есть вайберы, ватсапы, телеграмы, инвестуйте в их, будуйте там своих сябров. На жаль, в Беларуси вайбер, на счастье, популярность вайбера сменьшается. Вайбер состоится самым популярным мессенджером. А я разом с тым, и он соступает, и больше людей приходит в телеграм. У вас людей користается фейсбук мессенджером. Но есть такая измена, что вконтакте запускает свой мессенджер. Будет особенное прикладание вконтакте, особенное прикладание в мессенджер вконтакте. Все ваши контакты будут там, и это мощный конкурент вайбера. Другие, фейсбук створил телебачин. Вы все бачили про фейсбук врач. Так, закладку. У вас, например, на вашем фейсбук, у кого есть фейсбук? Индии. А на фалуга есть фейсбук, да? У фейсбука, например, на обычный телефон, вот такая закладочка, троится изнизу. Это фейсбук-вотч, фейсбук-телевизор. Фейсбук делится на три платформы теперь. Одна, это наша фейсбук стушка, основная, дзе основные поведомления. Вот. Первая, это стушка. У этой стушке мы будем частей за все бачить своих стул. Ну, сябровски мы переписываемся. Другое, это наши сябры. Так, то есть, это фейсбук-вотч. Накиножан не подгружается в меня. Это стушка видео. Видеоролика от этих сторонок, на какие вы подписаны. И четвертая закладка. Это группы. Групы, у которых вы удерживаете. Групы, это вельми великие... Ого! Это могут на гигантский потенциал. Мы хотим, когда вы сейчас будете работать в фейсбуках свои новые проекты, не маясь на эту сторонку. Потому что сторонку вельми тяжко раскрутить. Сторонку дорого раскрутить. И, вельми, это такой складанный процесс. А в группе люди сами удерживаются. Вот мы на свободе, например, зараз, створили группы только женщины. Только про богу, только про литературу. И они дают больше активности. Маленькие группы по тысячу человек. Больше активности, чем 140-тысячная сторонка радость любови. Потому что мы заходим только женщины. И там собрались саправды женщины. Саправды зацикавленные. Саправды ангажеванные. И мы даем туды усе темы, связанные с женщиной. Это вот про эту гипертаретованность. Мы говорим. Вельми узконасстроенность на конкретную металлогу. Альбо только про мову. Тут усе темы, связанные с белорусской мовой. Все, что ты ж за белорусской мовы, только про мову. И вы можете такие саправды створать. Или очень важно их правильно поддерживать. Чтобы там было уже все. Чтобы там не только вы обновляли, или иначе обновляли. А вот Facebook Watch. И Facebook Watch есть у ваших телевизоров. Когда у вас дома такие разумные телевизоры. Как Sony, Smart TV. У некоторых есть. Есть у кого-нибудь такие? Есть. Есть. Есть Есть. Там большинство таких телевизоров. Так же можно подключить. Про Smart TV. Подключить Facebook Watch. Зрабите это дома. Погодите, у вас есть такая закладка, и у вас тогда на вашем телевизоре будет особный канал с всеми видеороликами, с вашей новинностью, что в Фейсбуке не сдается. И еще в Фейсбук собирается снимать кино, делать сериалы, и тому они хотят как можно больше аудитории накрутить с обеда того, как они начнут делать контент. Это я вам показываю такие тренды и изменения. Наступное Инстаграм. Инстаграм саправдый самая... Вверх голову Юра так само, а нет сигнала, значит не что. О, Wi-Fi заслоняю. Конечно. Руками меньше, естественно. Вот заразе нахожусь. Как интернет будет. Голова не поможет. Инстаграм это самая главная платформа в Беларуси ЦК. Так у ее и меньше людей, чем в ВКонтакте. Так у ее и меньше людей, чем в Одноклассниках однозначно. Потому что в Одноклассниках 2 миллиона 700 зарегистрованы и миллион активных людей. И в Одноклассниках люди сидят очень-очень долго. Вот сколько вы? Кто казалось, что вы сидите? Я один раз 21 с половиной часов. Жена уехала к детям в управу на три месяца. Али, я хотел показать, чему Инстаграм важен, чему Одноклассники важен. Ну признавайся, три месяца. Потому что в Инстаграме Одноклассники это две платформы, где люди проводят наибольшую всю часу. У меня юбилей 7 лет. Вот недавно. В Одноклассниках. Да? Да. Он мне напорился, но 7 лет и у нас, да. Али, знаете что, я скажу тут не про час продолжения, а про кольки хвилинов вы тратите на день. У среднего человека заходите в Одноклассники, он тратит за один визит 31 хвилину. А в Фейсбуке он тратит 7 хвилинов. Отповедно, каштовность и мягчимость у Одноклассников на шпат больше. И то же самое в Инстаграме. В Инстаграме 25 хвилинов. Середним человек тратит. Инстаграм так побудовано, что вы заходите и не выходите оттуда. Там нема внешних посылок. Сторис, тушка и ГТВ, все внутри Инстаграма. Люди настолько привыкляют до Инстаграма, что это другая, в свете, система пошук. После Гугла. Люди заходят, особенно молодые люди, в Инстаграме уводят. Где поесть пиццу в ворши. Дискотека Менск. И они уводят эту пошук в Инстаграм и Инстаграм им показывают. И бренды от этого будуют свое позиционирование и свой маркет. А зараз это запустили и ГТВ. Это великие ролики в стиле Ютуб, только вертикально по меру. Тиндер. Тиндер – это сетка для знаемства. Она становится это один из прикладов, просто я вам привожу. Это стала целой социальной сеткой. Потому что, кроме самих знаемств, там хлопцы, девчаты, подаваются одно одному, означают чатиться. Зараз есть стушка. У всех, с кем вы хоть раз супали, они трапляют в вашу стушку. И у Тиндера велизная масса людей. Для Тиндера распроцовывают боты, автоматичные системы. Например, перед выборами американскими зараз был бот, робот, який у Тиндера находил людей и сказал, а, ты из Нью-Йорка? Привет, привет, привет. Ты из Нью-Йорка? Так, из Нью-Йорка. Бо, ты ведаешь, что тут будет кандидат на выборы есть? Да, да, будет кандидат. Система автоматично досылала поведомления всем людям, которые в конкретной улице конкретного города, конкретного штата. И это был урок. И у Тиндера великласс в том, что ты можешь докладно настроить на вельми-вельми узкую группу людей по взросле, по полу, по геолокации. Это вот до того, на сколько технологий зараз проникают во все сферы життя. Ну, и есть еще Twitch. Кто ведет Twitch в социальную сферу? В Беларуси так само, как для 200 тысяч користальников зарегистрировано, 60 тысяч активно. Для чего это? Все стримы. Правильно. Это сфера для стримов, как правило, стримов компьютерных гульных. Люди гуляют и делятся... А про Тискорт? Строительство с силиками там прыгают. Нет, нет, нет. Майнкрафт. Майнкрафт. Это Майнкрафт. Они для Майнкрафта и для других гульных. Но что делают сейчас СМИ? Они, кажется, запускают какие-то гульные, гуляют, а параллельно обмарковывают какие-то политические темы. И это так же способ выйти на новую аудиторию. Вы просто должны думать нестандартно. Вы думаете, так, моя аудитория... 30-40, да? 30-40. Ладно, это не пасует. Какая аудитория 20-го была? Кто сейчас писал? Нет, у нас 25. 20-20. Ну, 20-20. О, 20-20. Какие ты перформируешь? Инстаграм, телеграм. А мы это какая? Я думаю, это тумачка. А, тумачка. Хотя это были бы новины аршанской городки. Ну, или не просто новины. А-а-а... А-а-а-а... Ужитки, сплетни... Какая эта форма? А-а-а... Мы увидим. Коли бы это был в Телеграм, там я говорю, в принципе, новины. А я Телеграм по отребен для того, как люди досылали свои новины. Там, мне что, там, в классе, в школе... Не, ну, вебеш масштабное что-нибудь забылось в лоши. Ты одразу досылал, там, тебе чат-боту, тебе кому-то, и он... Начинаю, по словам, на Ленину. Для него правильная мысль у меня, что, саправдливым, люди не просто хочуть отрэмливать информацию. Людям хочуть делиться информацией. И он повинен дать смягчимость им в этой зворотной судьбе, когда она максимально простая. Когда это была одна кнопка, и человек мог поделиться сразу все информацией. И вот чат-боты помогают в этом. Проблема в том, что у ботов, в принципе, амикерская репутация. За россияцев. Потому что россияцы переставятся ими, и все думают, о, боты — это кепско. А не сам речь, боты — это помощники человека. Мы просто их мало используем для добрых мер. Молодцы, какая-то ВКонтакте, Фейсбука, Инстаграм, это название Барковали. В Ютубе, Инстаграме — это пошуковая система. Снапчат проиграл войну за Европу. Как это у нас? ЕО. Чего не записал. Так. Преста. А я могу вам потом эти слайды скинуть. Франк, Снапчат — это вот это, где там про сутки выдаляется. Некий час, короткий. Про три годины выдаляются, да? Это сверху? Так. У Снапчат сидя выдаляются. Але плюс сторис — это элемент, таки пришел со Снапчату у Инстаграма. Короткие виды истории. Это вот Снапчат, по-моему, год тому просто был шален популярный у Польши, да? Так. Ненавидно так. Але он проиграл в Ютубе. Потому что они, на мой взгляд, они велими поздно зарабили розные молные версии. А у Беларуси оно артуально, не? Уже не. Снапчат — он не выживет в Беларуси. Мало людей используются. А вот в ТикТок — он выживет. И выживет. Кстати, вот я заходил, например, в Инстаграм, и вот сторис радуюсь… Это грузинская редакция. Так, давайте белорусскую редакцию. В Инстаграме, верьми, важно быть, где-то закладка «Эксплор». Пошук. Сюда верьми важно трапить. Потому что большиня людзей как подписаться, так. Вы можете скористаться так званым масс-фоллоуинг, подписываться на людзей на сам. И не подписываться в отказ. А другие варианты — жевать хаштеги. И когда ваш контент, виды становятся популярными, мы отрапляем в эту закладку «Эксплор». Ну, это будет гэта. Пошук. Значит, группа. Без гэга внизу. Когда вы сюда трапили, то вы имели 100% шансы, что вы станете вирусным. Что это ваш пост, эти виды разыдятся. А креста нечем? Есть же. Ну, вот, Белта, например, опять сунется, если креста что-то там, ну, в сетках. Ну, сунется. А, я помню, что вы можете брать контент или на приватный профиль, не для коммерциальных потребов. А, это не… А, это не… Как правило, никто не сунется с приватными крестами. А. Это помеж меда и мета. В этом не просуя, да? Ну, не было опыта до таких, что за републиканами фото, там, фотки с Белты. Некого судельцы подавали, там, в скайпе. Вот с этой истории, которую мы работаем на свободе. И их истории на свободе, они зараз дают больше 10% у всех переходов на сайт. Вот, бачите, я открываю и отразу переходу на сайт свободы с этой истории. Ну… И люди так это призвучались. А ранее у нас одна история была 3000 проклятов. Кожная история. 15 секунд. Зараз 5, 7, 10 тысяч. От початку года. Литерально за некольки, за 10 месяцев выросла вот 3 разы. А в наступном годе стушка в оголе будет все меньше популярная. Ну, обычная стушка на винов, вы разумеете, так? Это вот… Вы же это стушка на винов. Она меньше популярная. А зараз популярная, это миновитая сториз. И плюс сториз, что вы… Человек прагарнул, открыл сайт, закрыл. Прагарнул, открыл сайт, закрыл, пошел долей. Вот тут байна, например, по 40 сториз на день. И она нам даёт вельми просто неверогодная личная перехода. Она робит вельми просто. Она робит фотосдымок, заголовок, и ты переходишь на их сайт. А это вот такая изъява, которая за один год просто изменила во всём. Ну, чтоб переходить, там, нужно сколько? Больше 10 тысяч? 10 тысяч, да, да. Но надо обменить это обменивание. Нужно быть в студии, уже будет новый релиз. Да. Да, обменив. Как я обменив на ИГТВ, по желанию. Но просто по Инстаграму я выбираю вам… По чатам можно учить. Я завел 3 канала на Инстаграме, 4 канала своих. Один это я пишу про свои справа, и так далее. Другие я туда загружаю фотосдымки живёлах, пригожих разных поездок. И третья – фотосдымки городов, краеведов и так далее. И так далее. И у каждом канала своя разная аудитория. Наватка лишь часом мне два другие будут непотребные. У них будет вельно метовая конкретная аудитория, яку я смогу альбо отдать, альбо продать. Но это уже капитал. Стратегия коммуникации. То, что мы с вами придумали, что всё начинается с питания «Кто мы?» Это мы про бизнес пришли, или что можно назвать своё колено. Другой – якая аудитория, какие у нас колькосные и якостные меты на месяц, год, три, пять годов, и сколько мы готовы инвестовать на свои часы и гроши. Поэтому начните заполнение таких анкеток в своей голове и на паперы. С маркетингу пришли пять основных принципов. Это принципы, которые означают любую стратегию транссоуседки. Это пять «П». Но они опять называются «Р» по ангельскому. «Райт», а не «П». Правильно, да? Это авторитеты, это те, кто мают шумак подписчиков, инфлюенсеры по ангельскому, которые будут коррестаться нашими послужьями. Есть такие криминговые компании Ивана Шилы «Чистый кит». Он занимается чисткой квартиры. И он досылает всем уплывовым людям в интернете, досылает запрошения, и чистит им бесплатно квартиру, а потом написали, «О, мне почистили твою квартиру». А еще дает им промокод, свой код, который люди могут совместить и держать в ней кузнишку. Это праца с авторитетами. Время правильно вызначить правильных авторитетов для вашей аудитории. Зразуметь аудиторию, зразуметь, какие контенты мы должны давать, какие они от нас ждут. Мова – писать правильные слова. Кручки. У каждой редакции, у каждой компании, у каждой инвестиции разные крючки. Радио Свободы – слово Лукашенко. Такое, куда не уставишь, оно просит взять кликаться. Но в наших проектах это будет с разных сторон. Это бакет, мы говорим так само, на конфорцию, коли 1% створяют контент в свете, в интернете. 9% – это те, кто его распрощит, живут. А остальные – те, кто распрощивают, это такие прахиники контента. И уже, среди каких вы измагаетесь за свои деньги. 1,9,90. Ваша задача – сдать 9% для себя. Какие вам открыть дорогу до 90? Потому что дороги от одного вы один, до 90 – промой нема. Теперь нема. Потому что сетки поменяли все, поменяли споживание. Малый процент, наверное. Вот, слева, как это глядите, вы должны назвать, кто впливает на авторитеты. Это вот процесс авторитеты. У каждого города, у каждого проекта есть свои авторитеты. У меня другого притрива не было, или иншим разом. Это написать, кто ваши авторитеты на каждой платформе. Как вы их придумали, придумайте их дома. Есть такие люди, которые могли бы быть особыми представителями вашего бизнеса, которые могли бы поделиться вашим контентом, запиларить вас, которые поделяют ваши акции. Сказать, кто у нас были авторитеты подчас компании «БНР-100». Я не могу сказать, кто у нас были авторитеты подчас умовная Алексеевича Левон-Вольцки, там будет умовная тата-мама, и там будут умовные люди, которых вы не глядете. Али, какие трапляют вам в стушку на фейсбуке. И вы все они створят ваше вставление «БНР-100», на наступных выборов, парковок у ворши, до всего. Али на разные темы может быть люди, это новые СМИ. Наступная архитектура аудитории. Это для проекта «Мова со свободой». Просто показать, что у нас есть «Мова со свободой» это шмат видеороликов, картинок, инфографики. и с кем мы работаем, и кто на кого впливает. Студенты, выкладники, школьники, приватный сектор, белорусская мова, еще украинцы, которые заинтересованы на Белоруссию. И они, конечно, пересекаются. Выкладники, они взаимодействуют со школьниками. Многие выкладники записываются и показывают на уроках школьников. И чтобы правильно понять, что им нужно, сколько они смотрят в видео, мы собираем такие мапы для своих проектов. Вы эту мапу можете сделать себе практикование, просто намалевать. Уси группы потенциальные, основные, и кто на кого впливает. А лучше конкретных людей обозначить. Два наставники, два школьники и поглядеть, как они помешали. Бренд Персона это то, что мы с вами сделали. Это вопрос, на какие мы отказали. Это радует свободу Бренд Персона. Это у нас мужчина 16-30 годов. Мы взяли самую активную аудиторию радует свободу ВКонтакте и сделали ее Бренд Персон. И мы на ее працуем. Теперь, когда мы постим картинку этого видео, мы накрываем в голове мужчину в 16 лет и делаем это для него. Працовать для всех немало чего. Там будут и женщины, там будут и пенсионеры, а не повинны быть основные аудитории. И у каждой аудитории это разные люди. Одноклассников у градуса свободы 87% женщин. Мы для них не можем давать то же самое, что мы даем в контакте. Потому что это женщины и в принципе это 40-50 годов до 100 рублей. И там, конечно, тут все меньше контента, темы и темы. А чего это? Одноклассники женщины. Вы были одноклассники женщины? Ну, чего это? Проводили социально. Нет, в самом разе. У меня жена и все фото. Вот фотки, они любят фоткаться. и сам не знали, зачем ты спрашиваешь. Да, еду свою фотографируют. Одноклассники это не еда. В одноклассниках немного маленькие сетки, а в одноклассниках очень важные неформальные простенькие мемы, комиксы, картинки, дурацкие жанты. Чем простит им лет. А вот У меня жена когда начнет читать в одной день то надо успеть постирать это самое прибрать все прочее и еще и напиться выходной день. Так что это за выходной день? Вчера ты почитал или нет? Я думаю ничем. Надо не смотреть блюдо на рецепт. Утечное внимание. Час мало. Гудка пройдет, потому что час мало. Вот для свободы, например, разделены на два аудитории. Есть старая интеллигенция, которая заходила на сайт адукованная и выпадковая люди из умолного твиттера социальный классник. И вот так она делится по взрослых. Сетковый трафик это молодые люди а промы трафик это те, кто на вопрос на сайт на свободу правило старейшее. А это про социальные сетки. Понимаете, что отрывается? Игоря тоже сдается, да? Мы можем поглядеть Игорь, Игорь, как у тебя сайт? Мы можем поглядеть там открытая статистика можно разобрать. Но Олег это не мая до социальных сеток на прямом социальных сетках у нас не таки велики Ну давайте поглядим на тихонности. А кто конкуренты? Скажи очень хорошо. Орша порад конкуренты сайтов с новой стушкой но основных 2-3 конкуренты сайтов Ну давайте вы бачите? Ну давайте корот 216 Скажем Это Город 216 байков А есть еще какие-нибудь? Ну может быть сверху он тут но его нужно практически подъем А я навык не виду был десяток сайтов и они один соревнователь я не сайтов Доброе а может быть давайте попробуем глядите что у нас важно вот это сравнение за 18 месяцев просто телефоны не нужно так Игорь сейчас мы разберем по за 50 раз означали день на родину может еще раз начать так ну давайте попробуем вот это за 18 месяцев и вот по аудитории у нас тут есть сколькостных показателей в среднем месяц мы говорим как купляют даты воршу 40 тысяч город 214 воршу тут меньше 5000 и воршу сити 5000 это за 18 месяцев вот это 18 месяцев уникальных в середине по месяц за 18 месяцев это великий этап по уникальным в середине в месяц 8000 это уникальные эпишки и глядите воршу по всех параметрах и в принципе соступая только по категории по проценту за наведывальность первые три это пиджи это пиджи перерапошные просто из телефона так она воршу тут соступает потому что она открывает больше сторонок за один визит но баунс рейт это значит выпадковых наведников мало за конкурентом это значит что конкуренты слабые это всегда второе конкуренты инвестуют в что-то мы не знаем а мы можем если так мы можем поглядеть визиты за весь час за все полтора года воршу наведали 708 тысяч человек город 250 тысяч воршу сити 81 тысяч такая изменялась значит что с травня 2018 года воршу и убу великий рост скачок у травни скачок у червени скачок у жнивни мы не смогли скоростаться но и 216 так само вырос у жнивни вырос у жнивни воршу 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 телефону воршу 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 festWork и поровнать кто где больше и пв Rome воршу было воршу этой аудитория шевни б captures by world видео пишут Вы думаете, какая наибольшая аудитория родила этого вида? Жанна? 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 25? 35? Да, 35. Жанна? Да, 35. Вот, вот аудитория. Сопрудник это женщины от 25 до 45. Это мало 80% аудитории этого вида. Мужчина говорит, что эта тема... Эта тема одинокая мать в Гоголе не затронула. Ну, в принципе... Давай потом... Ну, в принципе, да. Что это выникает? Кто ведет? Что это значит для нас? Что мы имеем это лично? В Фейсбуке это доступно каждому. Каждый ведет ролики, на Ютубе так само и на Инстаррам. Вы можете... Нет, не сравнивать. Каждый ролик меня. Но вы можете побачить, кто смотрит, кто комментует, кто лайкает. Что вам это даёт? Ну, группы. Детское питание. Детское питание. Да. Детское питание. Какие группы можно ориентироваться в группах. Ладно. Вы можете ориентироваться, кто ваши активные оглядачи и читачи. Робить больше такого контента на эту аудиторию. И давать рекламу платную, когда у вас есть. Даляр покласть. Вот на это видео для женщин 25-35. И эффект будет гигантский. Погляйте еще столько людей, кое-какие за вас могут. Теперь давайте это попробуем. И так будет. А я хочу рекламу покажем. Смотри, безусловно. Но. Полиция. Как вы думаете, кто это видит наибольший дел и лайк? Это шины, шины, рыбаки какие они будут, где мы не считаем возраст, надо узнать мужик просто и пол, да? Может у кого? Да, взрослый пол. Пол? Да, пол-взрослый. Может какой-то рыбаки, да? Значит, начинаем здесь будет от 30 до 60. За правой мужчины, за правой 35-44. Что нужно смотреть в этом? Это у Фейсбука есть, аналитика, каждое видео вы закроете в статистику и видите. Видите, как пол-празрезыстый фон. Видите, там две колонки пол-празрезыстые. Пол-празрезыстые – это средняя ваша аудитория за месяц, а полная колеровая заливочка. Это конкретно это видео. И вам требует глядеть там, где заливочка на шмат отрозневается от пол-празрезыста. Так вот эта розница. Видите, какая-то разбежка великая, там где 35-44. А малю полтора раза. От средних 35-44, а малю полтора раза больше осенняя колонка. Разумело это, так? Да. Давайте еще раз попробуем. А, ну и вы можете надеть так само, а кольки хвилинов уже дело? Вы понимаете, 43 тысячи праглядов, и тут 10 секунд, а на деле только 24 тысячи. Там мы не зауждаем, это мы личбам видео и трава верыць. Бо люди нарядка доглядают до конца. Есть такой средний просмотр, рассмотрел, да. Ну, вось, як вы думаете… На Ютюбе есть такой. На Ютюбе, вось? На Ютюбе дороче, дожжей глядеть. А як вы думаете, на Фейсбуку и Инстаграме? Какая средняя працяглась в видео Беларуси в вовне? Псекунды, да? Псекунды, да? Псекунды, да? Наверное, три минуты, две-три минуты. Нет. Три минуты? Нет. Выспомнили. Многие варианты? Нет. Три минуты. Одиннадцать секунд. Одиннадцать секунд, и это падает, это вижу. А мне было восемнадцать секунд. И в России. На Ютюбе оно большее. Да, тема какая-то развивается. А на Ютюбе люди привыкли на Ютюб, это как новый телевизор. Люди, когда делают на Ютюбе, долгие рэпы. На Ютюбе же там же есть повторный просмотр. Там есть такая сто процентов, там выше. Смотрели второй раз тот же самый человек или не смотрели? Да, да, да. Просто бывают интересные моменты. А, на пазу еще раз попробуем? Да. Я ориентываю все на клипы. Это в середнюю... Они в середнюю 11 секунд, и вы повинны первые секунды. Вот квик я вам дал программу эту. Зарабите какого-то, первый кадр, первый ролик, первый момент, первый шутер были самые классные, самые яркие. Потому что это не факт, что люди заглядят далей. Просто дайте ему всю основную информацию на початку, а потом расскажите всю историю с початку, и повторите самые цикавые кадры. Не треба бояться. Початок завалить самое важное. Тогда люди заинтрируются. Не треба подавать, как у школы учили, завязку, кульминацию, завязку. У видео мы сразу начинаем. Кульминация, кульминация. Завязка, развязка, кульминация. Ну, это политичные больше. Это вообще и политичные, и вирусные, и вирусные. Да. Тут правда, что ты самая, поглядите, как у вас правая визия, якая розница помешкал прозристом и залитой. Да. То благословное, если плодим это женщин, от 45 начинающих и больше. Тим, кому до 35, их воглядь не цикавится. Тим, кому за 35, до 40, женщин трошки цикавится. Тим, кому за 45, это начинает все больше и больше будет цикавиться. Ясно, что, как бы, бедность, так, это, как дома, тема хваляет старышек. Потому что они с этой бедностью стыкаются каждый день. Ну, и это. Это вы бачите. Ну, не знаю, с ней, но не могу так и подсказать. Да, да. Да. Приполнение высоты 19. Быстро тогда. Не-не-не, мы идем без этого. Пройдемся туда. Вы представились? Как ты? Вы представились? Нет? Я второй раз уже подхожу к человеку. Вы? Нет, представились. А чему вы заразили эти? Человеков у меня не делал под руку, видишь? Может, он собрал себе что-то делать такое? Свободу, горе! Ну, какая вторая? Наша идеальная аудитория в нас совпадает. Каждый стопок совпадает за аудиторию Свободы Основной. Это идеальный тип контента для наших подписчиков. Потому что она вписывается в этой социодемографической показке. Это вистое, до чего повинны вкнутся. Что ваши аудитория, подписчики на Инстаграме, Фейсбуке, Одноклассниках и не отравливают вистое видео, тее картинки, тее тексты, и какие они от вас чекают. Когда у вас будут такие показчики, значит все будет удобно. Я думаю, помошел для журналистов. Значит, подсумываю, так? Все умирается не в проглядокового взаимодействия. Каждое ангажевание... Что это такое ангажевание? Тут написано. Правильно. Это комментар, лайк, шер. Что такое шер? Кто это? Поделиться. А оно имеет свою вагу. Ранее самым важным это было поделиться. Как люди сдалились с вами. А зараз самый важный комментарий. И чем дальнейший комментарий, тем легче. Фейсбук замирает по меркам. И там, где великие комментарии в одногласниках, например. Великие комментарии. Фейсбук пишет, ага, великий комментар, значит, что эта разговора больше цикавая, больше важная для этих людей. И он поднимает это просто выше. Поэтому ваша задача не просто вытянуть с человека комментарий, а ваша задача вытянуть долгий комментарий. И тому вам нужно на эти комментарии людей раскручивать. Левушка был особенный человек, особенные дежурства, особенная година у вас, когда вы каждому отказали на комментарий. Особенно когда рваться начинают, у меня была ссылка, 700 тысяч просмотров, и там лайки тысячами. Вот когда они... О вашем канале? Нет, это в одноклассниках. У нас на заметку. И как они начинают, они друг другу, не знаю, под ней пилить там, это... Ну, я наконец картинку с ценами из Америки. Я взял цены супермаркета у Сан-Франциско, и цены супермаркета Евроопт. Поставил одну картинку. А мы зараз ей повторили эту картинку, но мои коллеги повторили, хотя она уже не актуальна. Хотя цены такие самые дороги. Так, эту картинку в одноклассниках и она уже 26 500 км. По этой картинке. И уже три года, третий год пошел, и они протягиваются в Мерковой. Там уже 400 сторонок дискуссий, 26 000 км под одной картинкой. И уже люди состарились, уже, может, померли. Они протягиваются в Мерковой. И это так само, когда дискуссия мае значение. Но у нас нема часу разом звания, которые указывают на каждый комментарий. Поэтому есть приемчики, как можно это сделать. Например, человек пишет, а, типа, соль подорожала, во всем виноватый госполком. И когда у вас нема часу, то вы выкористовываете... Есть такие... Я кто написал, как заводить людей, как заводить друзей и... Как заводить... Карней. Карней. Так, да. У Карней есть такое, в данное оповедание, как потренировать разговор. Вот дали цей ту книжку, как настойный подручник. И вот есть такое, когда вы едете, как отказать, попробовать разговор, вы повторяете опрошное слово со знакомом питания. И он пишет вам, во всем виноват госполком, вы пишите, вы отказываете, госполком. И человек далее говорит, да, госполком, потому что раз, два, три, раз, два, три. И он вам уже расписывает. Усе выиграют. Человек счастливый, потому что вы нам извернули увагу. Ну я сказал себе. Вы, довольно, вы не потратили часу, навать не урубалися в сенсы, про что разговор. Ось, и три, вы вывлекали дискуссию одним словом. Это идеальный вариант, но вот такие приемчики, так, они иногда помогают выращать обоскладанные речи. Самое важное, как человека почули. Ваша рачедача, ваша асябра. Старайтесь реаговать с неким человеком. Навык смайлик поставить, лайк поставить. Это очень достатково. А не покидать без уваги. И, да, потребливается контент. Возь это, а як францовая пост, я тебе не сказал, да, конечно. Но тут самое важное, что можно поставить житер, кое делиться на этапы. Пост, поведомление, картинка, фотка, вы даете на сенке. И есть некакий этап. Так вот. В первом этапе, пост отремливая рейтинг, рейтинг вплывая на позицию этого поста у новинной слушцы. У фейсбука, инстаграме. И чем выше еще рейтинг, тем выше он будет в этой слушце. Есть люди, у которых посты заужды самые верхние. Я думаю, что в вашей слушце вы зауважаете такое, что кто мне что не запостил, заужды будет на версии. А некого вы николи не бачите. Это все рейтинг. Есть рейтинг у меня, у каждого из вас, и есть рейтинг у каждого оповедомления, у каждого поста. И он сумуется разными факторами. Как бы, что с гадобавителями отбывается? Сначала вы сделали картинку, например, на фейсбук сторонце ОРШ, ОРШ. И он показывается только 10%, 2% людей, которые у закладки добавили, самым-самым лояльным подписчикам. Когда их никто не лайкал, не прокомментировал, не перешел по линку, пост помирает. И я думаю, что будет много комментариев. Какаясь мерчавка в шоку. Боже мой, что я знаю? Не так? По шейсбуку у нас нормально. Наверное, я не буду в шоку. Ну, ну, одноклассники, как и другие. Сейчас все, кроме одноклассников. Потому что в одноклассниках по иншему алгоритму работают. А на фейсбуке, инстаграме, это актуально. Что-то было. Было то, что первые 3% ваши лояльные подписчики, и они не пролайкали. Пост помирает. Когда пролайкал хоть нехто, пост выходит на другий этап своего життя. Який уже показывает 10%. Меньш лояльный. Больше рука публика. Когда он популярный сирот их, то показывается 20%. И так далее. И когда все лайкают, все реагуют, пост становится вирусным. Поэтому ваша задача, как бы первую годину життя поста. Годину, три годины, сутки. Как можно больше людей побачить. И они на этот пост подряд голами. Я думаю, что нам нужно завершать, потому что уже все остановились. А я так вижу. 20-27. Я вам скину эти слайды, картинки. Сегодня у вас еще какие-то какие-то вопросы. А можно насчет телеграммы? Да. Конкретно. Вот как там вот, ну все говорят про его зашифрованность. Правда или нет? Немного нечего обеспеченного. Один обеспеченный мессенджер – это сигнал. Это обеспеченная, количество важных информаций для рассылки. Это сигнал. Любую остатнюю можно открыть, можно взломать, можно достать архивы. Сигнал в секретные чаты – это вариант. Альбо фейсбук мессенджер – сократные чаты. Я даю секрабит сократный чат, так? Ну конечно. Я Телеграм. Так что в любой платформе кали вы можете в беспеки только в сократные чаты. Кали это просто открытая переписка помимо с собой никакой беспеки. Это у любой. К тому сократные чаты либо сигнал. Это моя рекомендация. Лега, в Телеграме так же есть. Можно просто обычный чат. А можно сократный чат. Но там и секрет. Я конкретно понимаю. Сократный по списку. Сократный чат с таймером. Да. Там таймер сам выставляешь. Допустим, даже одну секунду поставил, ты написал. Главное, чтобы человек посчитать секунды и все. Ну вот видите. Можете посчитать в Телеграм. Выбираем, например, человека, за кем мы хотим переписываться. Ну например. Я выбираю. Старт секрет чат. Бачите? Почать секретный чат. Все. И теперь вот эта вся информация нашифруется. И в принципе там ЦКДБ, ФСБ, МАСАД, МИ-5 и все остальные не имеют доступ к этой информации. И что вы можете сделать? Ну зараз она просто оффлайн. Так. А когда она подтвердит, что готова выйти к секретному чату, я могу поставить таймер. И эта информация сама знищится. И то же самое есть у мессенджера. Я выбираю человека. Наскаю его. И створю секретный чат. И тут я прописываю таймер. Например, 5 минут. 5 минут. После того, как он побачит, информация знищится. Так что користайтесь для безопасности, потому что все, что вы робите в интернете, оно все может трапеть у неправильные руки. Пробавление аккуратно с этим. Во все этой открытости и технологиях есть два боки. Энда и там неебежеванная марчуласть. У нас есть доступ до людей, мы можем коммуниковать, сустракаться, онлайн, видеозвонки и так далее. Минус в том, что все компании избирают даденое. Про нас спецслужбы могут отсажить нас, и они могут манипуливать нами по часу. Прямную компанию, политическую компанию. Как это? Прямую подтвердил. У меня небольшое написать. Ну да. А если вот забонили или как там ушло, через какое время можно добиться, чтобы вернуть? А звонили где вас? Ну, в одноклассниках. А за что? Ну, я как-то возвращал, а потом нечаянно сам стер. Мне сказали, я не понимал, да и нет там написано. А я думаю, им напишу, ага, что вы не правы, написал, ага, и поставил нет. И все. И у меня пропало столько, ага, года, наверное, за полтора. И все друзья, и институтские, и школьные. И я хотел, а потом шутал мне, Олесь, по совету. Прошло месяца три, он говорит, можно вернуть. Я говорю, а как? А потом мне кто-то сказал, только три месяца. Правда? Это неправда? Вот. И я когда начал туда писать, там Марина какая-то ответила, нет, уже возвратить нельзя. Ну, ради свиньи задавая какое-то питание, да, раз? Нет, ну, я знаю, что для вас это, конечно, а как послушаешь его, так... Я понятия не мое право знание, но я вот в целом, в нашей разговоре, то, что вы рассказывали про одноклассники, это верьми добрая картинка, насколько по-разному люди поводят себя в интернете, насколько разные у их интересы, насколько разные у их качественности и разные методы, с которыми они идут. Мы не должны думать, что все люди, это так само, что мы, например, приходят, к вам читать, это так само, я, которые вы должны понимать, что не всем интересно, насколько эта колбаса. Ну, правда, да, да. Это просто разница с поживанием. Соживание, действительно верьми худшее, массивное, гигантские объемы этой информации, но нагрукаться до кожного мы не сможем. Потому что вам, вам цикавая каубаса, на примере. Не ведаю Лепешинск, а вы цикавая электрогитара. У вас не будет никакого пересечения. Есть такая концепция «фильтр бурболки». Что ли про это? «Фильтр габбл». Мы можем сказать, что социальные сетки, они стараются в фильтр бурболки. Потому что, когда Козьмарчак и он демократ, с упрацей Лукашенко займается политикой, то все люди, которые он будет видеть в своем инстаграме, ютубе, фейсбуке, будут приклады на подобные по поглядах, интересах, каштонностях. Алгоритм будет мучиться, а не распознает всех таких людей, где Козьмарчаку комфортно. Он не будет показывать тех, кому они не цикавы, чужие, с кем Козьмарчак не переписывается. И, увы, у Козьмарчака будет идеальный свет. Идеальный свет людей, с тех, с кем ему не цикавы. И может появиться уражение у Козьмарчака, что у весь свет такие. И таких бурбалок, на самом деле, может быть в Козьмарчаке. И мы живем у этих бурбалок. Вам задается, что все хвалюются этой колбасой. Что-то шло, ой, как начали там из Украины. На самом деле, что эта сетка так сформовала, как эта кола людей, конкретно по интересах ваших каубас. А в Финбурге бывают росты по штабу. Есть маленькие. На конкретную тему, на конкретную человека, эти группы людей. А могут быть на цену. И вот в Беларуси есть две бурбалки в Фейсбуку. Великие. Одна – это такая интеллигенция, просунутая люди, которые цикавятся политикой и падениями в свете. А другая – в Фейсбуке, которые в уголе не цикавятся. И понятия не имеют, что все есть политикой. А в Инстаграме, чем цикава и чему это важно? В Инстаграме бурбалки еще не сформовались. Они сформуются только теперь. И вы можете сами вплывать на их неформование. Поэтому в Инстаграме вы можете бачить и людей, которые цикавятся политикой, и каубасами, и в других. Доброе, я думаю... Вот такая справа...